Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссёры Николай Слепцов-Айдын, Михаил Эверстов. А в нашей студии гости, волонтёры. И говорить мы, конечно же, сегодня будем о том, как развивается волонтёрское движение в нашем городе, в Якутске. Я спешу представить куратор приюта для женщин с детьми, попавших в трудные жизненные ситуации, Мария Чемпина. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель Республиканского ресурсного добровольческого центра Айлан Винокуров. Айлан, добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Ну, наверное, я хочу с самого начала предоставить слово Марии и спросить о том, какие мероприятия в вашем центре прошли в последнее время. И, наверное, нельзя будет не упомянуть приезд в ваш приют у полномоченного по правам ребёнка при президенте Российской Федерации. И, надеюсь, вы об этом расскажете подробнее. Да, да. Всем здравствуйте. Конечно, много событий в последнее время. За несколько месяцев событий очень много. И один из важнейших приезда у полномоченного по правам ребёнка при президенте России Львова Беловой Мария Алексеевна. Конечно, они приезжали до этого, до её самого приезда. Приезжали её помощники, представители. Посмотрели приют, поговорили, пообщались с женщинами. И потом через некоторое время приехала сама Мария Алексеевна. А какая цель приезда её помощников и её лично? Ага. Она приезжала по теме профилактики социального сиротства. Встретилась тоже с активными общественниками, кто работает по этой теме. Посмотрела наш приют. Вас в приюте, кстати, очень красиво. Я всё никак не дойду. Вы меня приглашаете, приглашаете. Красиво. Хотя вы в центре находитесь. И увидела фотографии, удивлена. У вас очень красиво. У вас такая красивая мебель, такой хороший ремонт. Я думала, у вас всё гораздо скромнее, если честно. Спасибо, что заметили. Многие, кто к нам приходит в гости, замечают. Это у нас очень красиво, уютно. Даже некоторые говорят, что у нас название приют. Очень, слишком скромный. И как-то не особо вяжется, потому что часто встречается информация, встречается информация, что приюту нужна помощь. Но вот эти фотографии, где всё достаточно хорошо и добротно, и как будто бы думаешь, ну надо же, вроде как, раз так всё хорошо. А помощь всё-таки нужна вам каждый день. Конечно, нужна. Давайте ещё расскажем. Мы реализуем вообще весь этот проект, да, он очень дорогостоящий. Мы реализуем его на средства грантов. И в этом году мы сейчас, скоро закончится грант республики Саха-Якутия, да, и грант Ильдархана. Мы по этому гранту приобрели мебель. Мы каждый раз вот что-то приобретаем. Улучшаем в своей работе, да, методы, инструменты. И вот уют. Мы тоже никогда не забываем про удобство и уют. Вот купили мебель, оснастили. Удобные, красивые шкафы приобрели. Очень удобно. Я сама завидую женщинам. Очень удобно и хорошее. Также приобрели вот кресло на... В кабинет психолога для занятий. Кресло очень удобное, тоже хорошее. Чтобы им было комфортно во время консультации, например, да. У вас достаточно и досуг там как-то, да, тоже распределено время для женщин, которые в ваш период попадают. И занятия с детьми, и с психологом, и там и лепка, и что-то ещё. Я вот тоже посмотрела на вашем сайте. Да, с женщинами, с детьми занимаются наши администраторы. Такие развивающие, интересные. Даже просто бывают обычные настольные игры, да, они всегда нужны, очень отвлекаешься от буденного. А если говорить о той помощи, которая необходима приюту всё время, это помощь продукты. Просто давайте напомним, может быть, кто-то из наших телезрителей тоже хочет помочь. Да, вот 32 грантов мы никак не можем заложить на продукты, поэтому продукты всегда нужны. Даже элементарно туалетная бумага, она нужна всегда. Это расходные материалы, так сказать. И вот когда вот лепки, да, они тоже, это же расходники, и они всегда нужны. Пластилины, вот это тоже помощь, любая помощь. Даже 50 рублей, которые вот перечислить, да, человек, это тоже неоценимая помощь. Любая сумма, да, даже самая минимальная. И мы вот в этом году, ещё раз вот скажу про гранты, выиграли грант города, субсидии города. И мы вот про занятия сейчас говорили же, да, и про гранты. Мы на тему шитья швейную мастерскую сделали. Будем оснащать такой уголочек, и женщины будут учиться шить, лечёт творчество, дети будут, что угодно будут. То есть ещё можно будет и время провести, используя для себя, получить навыки какой-то профессии. Конечно. Ну, не какой-то, в смысле, определённой. Ну, не профессии, а вообще вот навыки шитья будут приобретать. Ага. И про помощь, если говорить, то нам помогают, неоднократно даже помогали предприниматели. Вот. Полоскун очень много раз помогал бытовыми средствами. Полиметалл тоже помогает, корпоративное волонтёрство, как говорится. Магазин, сеть магазинов «Концпроф» Владимир и Елена Евтюшина вообще очень много раз помогали не только канцелярскими товарами, да, но и новогодние подарки привозили. Прям много. Вот. Айлан, хочу к вам перейти. У вас такое имя красивое, бесконечное, такое длинное. Час кого вас назвали, как оно переводится? Ну, это меня в детстве родители назвали, да. Ай – это, ну, как бы сочиняй, жена, ну, в переводе. Ла – это, ну, бой, сочиняй и бой. Сочиняй и бой. Вот, и как-то тоже, как песня, имя как песня. Я говорю, пока не сочиняю, но пою, говорю. Вот, всегда так. Имя интересное. Да, длинное, интересное, да, всегда спрашивают, кстати. Ну, волонтёрство, наверное, тоже можно отнести к такой, к творческой, да, всё-таки больше ипостасии. Да, на самом деле волонтёрство, она тема, на самом деле, такая. Для каждого человека она индивидуальна, да. Да, волонтёрство, вот, например, у нас люди, почему волонтёрством занимаются? Да, потому что хотят помочь. Ну, говорят же, по зову сердца, по зову души. Да, по зову сердца, да. И в основном, например, вот сейчас те люди, которые нас сейчас окружают, и в нашей команде есть волонтёры, они говорят, что волонтёрство – это состояние души. То есть, да, вот, от чистого сердца полностью, безвозмездно помогают и оказывают помощь. А вот, допустим, приюту какие бы волонтёры могли помочь? Вот из того, что вы услышали… Да, в приюте, конечно, волонтёры могут помочь разные. Да, вот как раз-таки и Мария сама упомянула, да, корпоративные волонтёры, да, то есть, когда организация оказывает волонтёрскую помощь, да. То есть, тут, соответственно, ну, есть грань, многие люди отличают её, да, между добровольством и благотворительностью, да. То есть, ну, есть такое отдельное направление, как благотворительная деятельность и добровольчество, да. И волонтёры могут вот физически оказать труд. Вот в приюте то же самое, например, можно найти, не знаю, людей, которые могут помочь, там, вот, перенести вещи, что-то этого, сесть здесь в магазин, там, купить продукты, да, лекарства купить и так далее. Ну, то есть, такие вот моменты волонтёры нас в основном оказывают. Мы их называем социальными волонтёрами, да, которые помогают вот людям, которые находятся вот в тяжёлой жизни, ситуации, ну, разные бывают ситуации, да. Есть у нас пожилые люди, одиноко проживающие, есть инвалиды, которым нужна помощь. И вот повседневно волонтёры занимаются вот такой деятельностью, оказывают поддержку всестороннюю, которая имеется. Когда я искала гостя для эфира по этой теме, мне, конечно же, сказали, что лучше вас, никто ничего не знает. И я, мы за кадром пообщались, я удивлена, насколько подразделяется волонтёрство, категории, оказывается, есть и социальное, да, корпоративное, что-то ещё, серебряные волонтёры. Да, серебряные волонтёры есть. Ну, вообще, волонтёрство, я вот как всегда говорю, да, когда где-то выступаю и так далее, говорю, волонтёры у нас есть во всех слоях вообще нашей жизни, да, в сферах, точнее, не в слоях, а в сферах нашей жизни, да. Будь что социалка, будь здравоохранение, образование, то есть везде есть у нас волонтёры по своим направлениям. И у нас вот в Якутии сейчас основные направления вот несколько, да, напомню их, да, это вот, получается, социальные волонтёры в первую очередь. Которые помогают. Да, которые помогают, да, вот, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пожилым людям, пенсионерам, ветеранам и так далее, да. Второе направление – это вот событийное волонтёрство, где непосредственно волонтёры, это одно из самых популярных направлений, скажу, да. Почему? Среди молодёжи и среди вообще населения. Это люди, когда помогают в организации каких-то крупных мероприятий. Ближайшая, которая вот у нас проходила, это вот «Диггер Дети Азии». Да, например, у нас там отработало 2000 волонтёров. Вы представляете, 2000 человек изъявили желание безвозмездно помочь в организации наших игр. Я безмерно благодарен. В такую жару ещё было так жарко, так тяжело. Да, да, вот именно. Причём ещё меня прямо очень вдохновило желание нашего населения помочь. Да, вот организации. Люди чувствуют, что это игры наши, якутские. Соответственно, вот изъявили желание. Плюс ещё были люди, которые из других регионов. У нас 200 волонтёров приехало из других регионов помогать в организации этих игр. И поэтому эта большая работа была проделана. Что за ген у этих людей? Что их толкает? У нас были представители из вот 60-ти субъектов России, среди вот 200 человек. Ещё плюс был один волонтёр иностранный. Два, точнее, две страны было. Сама на один волонтёр из Кыргызстана. Это если волонтёры, они сами покупают билеты себе? Естественно. За свои собственные деньги приезжают? Да. Мы их, соответственно, здесь организовываем их работу. Их обеспечиваем проживанием, питанием, экипировкой, транспортом. Они вот за свой счёт приезжают и помогают в организации игр. Вот такие у нас есть люди в стране. А вы сами в какой категории волонтёров состоите? А мы, получается, я сам вообще начинал тоже с событийки, как волонтёр, да? Но я сейчас являюсь руководителем ресурсного центра добровольства, который непосредственно курирует все направления волонтёрской деятельности. То есть мы их всех объединяем, все эти направления, и координируем их работу. Всячески поддерживаем, да? То есть информационно, методически, в каких-то моментах материально можем поддержать, в счастье, там, оплаты проезда, там. Волонтёрские организации у нас делают заявку, например, нам, да, на полиграфию. Мы можем им там их баннеры распечатать и так далее. Это всё тоже благодаря... Мы работаем, опять-таки, благодаря грантам главы республики. Да, мы также, как организация, пишем социальный проект, вот такой, да, и реализуем её вот как раз-таки вот так. Объединяем все направления волонтёрской деятельности. Вот, событийные, волонтёры-медики есть у нас отдельно, волонтёры в сфере здравоохранения, волонтёры-победы есть, очень важное направление, да, сейчас. Есть серебряные волонтёры, люди, которым больше 55 лет, которые сейчас доходят на заслуженном отдыхе, активно занимаются волонтёрской деятельностью. У них очень много своих проектов. Как-нибудь их позовём тоже отдельно. Давайте позовём. Прямо, на самом деле, удивитесь. Это уникальные люди, которые прям столько проектов делают, и полностью это безвозмездно, только от души. А вот, например, какой-нибудь проект, скажите, какой? Например, вот ежегодно они проводят, ну, банально вроде бы, все её делают, да, «Собери ребёнка в школу». Она у них проходит по всей республике. У наших серебряных волонтёров есть очень много подразделений. Практически в каждом районе они представлены. Причём ещё бывает, что в районах они в каждом на слеге представлены, бывает отдельное объединение серебряных волонтёров. И они вот делают такие классные проекты. По наставничеству у них очень хорошие проекты. Ну, в смысле, они собирают, покупают на свои средства какие-то... Да, да, собирают, с населения собирают, сами скидываются и помогают малоимущим людям собрать ребёнка в школу. По наставничеству у них очень хорошие проекты есть, да, когда они берут в шефство школы и проводят для них различные мастер-классы. Как правило, серебряные волонтёры в основном, это у нас бывают бывшие. Не бывшие, да, а люди-педагоги. Люди, которые раньше работали с детьми, с молодёжью, учителя, воспитатель, вышли на заслуженный отдых, и непосредственно они же всю жизнь этим жили. И вот так активно занимаются своей волонтёрской деятельностью. У них столько проектов, на самом деле, да, по направлениям, очень много. Вот, корпоративные волонтёры, да, то есть это когда в организациях группа ребят собирается, и от имени организации они помогают, вот, занимаются волонтёрской деятельностью. Ну и, конечно же, у нас сейчас тоже как отдельный вид волонтёрства выведено, да, это волонтёры СВО, да, непосредственно волонтёры по поддержке специальной военной операции. Тут, конечно, очень много работы проводится. Сначала мобилизации с 22-го года, да, проделана, на самом деле, колоссальная работа. Столько работ, можно только, на самом деле, удивляться, как они вот это всё делают. Об этом мы на втором блоке расскажем, поговорим. Да, у нас в втором блоке и о нашим слушателям такое событие. Да, действительно, есть очень хорошие примеры людей, самоотверженность людей, порыв, желание помочь вот нашим бойцам. Это вообще только удивляет. Да, во втором блоке у нас будут другие гости, которые более подробно расскажут о своих направлениях волонтёрстве. До конца блока у нас остаётся короткие пять минут. Мария, я снова хочу вернуться к вам. Может быть, я чего-то не спросила, а вы хотите сказать. Как раз вот говорил Айлан о том, что есть социальная помощь, да, и вы за кадром говорили о том, что вам не так давно помогли люди, и просто сами приехали и помогли физически разобрать шкафы, увезти их даже по адресам. Вот, возможно, вы их хотите как-то поблагодарить, потому что это реально очень тяжёлая работа, правда. Да, вот корпоративное волонтёрство у нас только вот мы начинаем привлекать, да, и они сами на нас вышли. И вот организация ПАОДЭК, они нам помогли разобрать шкафы, вынести. Мы находимся на четвёртом этаже, то есть наш приют находится и без лифта. Это, конечно, физически тяжело, и мы все женщины не можем, да, поднимать тяжело и так таскать. Да, вот это было. Они сами увезли, собрали на местах даже, для ранее проживавших мы помогаем. Вот, про ранее проживавших мы ведём как сопровождение, да, всегда поддерживаем связь с ранее проживавшими нашими женщинами, и вот регулярно пытаемся, ну, стараемся, то есть, помогать. И вот мы планируем создать клуб «Мама в ресурсе». Вот, хотим, чтобы наши вышедшие женщины, решившие свои проблемы, вышедшие из кризисных ситуаций, да, помогали, поддерживали сейчас именно находящихся там. О, это очень хорошо. Да. Значит, они уже на какой-то новый уровень вышли, когда уже сами могут помогать. Да, вот поэтому клуб мы называем «Мама в ресурсе», потому что для помощи, да, нужно иметь самому свой внутренний ресурс. Не то чтобы, да, физический, а внутренний ресурс нужен, чтобы делиться им. Когда ты в порядке, да, только тогда можешь помочь. Конечно. Может быть, телефон вы назовёте приюта, по которому смогут к вам позвонить или написать? К нам могут обратиться по WhatsApp, по звонку 8-924-898-39-17. Кто желает помочь, тоже могут связаться по номеру телефона, в WhatsApp написать. Можно найти у нас на сайте наш фонд «Дети Саха Азия» и перейти по оплате или даже навести на QR-код. Недавно мы сделали новую кнопку, добавили новые способы поддержания СБП, можно без комиссии поддерживать. Да, для наших телесрителей у нас есть фото, где есть QR-код, они могут увидеть, и вам могут позвонить или организация, или просто человек, который может предложить свою финансовую помощь, узнать, как перевести деньги, или вот физически, да, прийти, например, может быть, как-то помочь. Вот, индивидуальные предприниматели тоже нас поддерживают. Вот Артём Винокуров, да, в праздничные дни, вот, который, сеть магазинов торта и пайшоп. Он нам помогает, нашим женщинам, детям, да, в День знаний, 8 марта, они всегда отправляют пироги и торты. Да. А вот ещё спрашивают часто про ваш приют, почему только женщинам с детьми, и почему вот женщина, когда женщина без ребёнка, и она оказалась, например, вот в трудной жизненной ситуации, в такой же ситуации, когда дома ей находиться невозможно, почему ей нельзя в ваш приют прийти, или, может быть, можно? Женщина? Да, без детей, если она без ребёнка. Ну, почему мы именно принимаем женщину с ребёнком, да, чтобы ребёнок оставался в семье, чтобы он не оказался в учреждении? Это, как я озвучила, профилактика социального сиротства. Профилактика социального сиротства, чтобы ребёнок не оказывался в учреждении. Больший акцент всё-таки на ребёнка? Больший акцент на ребёнке, чтобы сохранить семью. Всё решение принимает сама женщина, мы не стоим над тем, чтобы там развод, развод, да, нет, нет, всегда. Спасибо большое, наше время первого блока заканчивается. Мария, я благодарю вас с Айланом, мы увидимся во втором блоге, как и с новыми гостями. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем. В нашей студии по-прежнему руководитель республиканского волонтёрского движения Айлан Винокуров. И к нам присоединились гости Евгений Амбросев, региональный координатор волонтёры-медики, и Дарья Павлова, ведущая швея общественного движения в поддержку мобилизованных из Якутии «Якутия с тобой». Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время прийти сегодня в нашу студию. Мы продолжаем говорить о том, как развивается волонтёрство в нашей республике и в нашем городе, в Якутске. И хочу вас спросить о том, как развиваются ваши направления, ваши движения. Расскажите, пожалуйста, наверное, Евгений Амбросев. Да, давайте я начну. Получается, волонтёры-медики у нас существуют в Якутии с 2017 года. На базе медицинского института мы были открыты. И с того времени мы в год проводим более 100 мероприятий по охране здоровья граждан. Мы работаем по 351-му федеральному закону. Это закон об охране здоровья граждан. И сейчас мы ведём активную работу по нашему проекту «Команда здоровья», который мы начинали ещё во время пандемии. И сейчас мы ведём, получается, довольно большое количество акций по профилактике инфекционных, неинфекционных заболеваний, по системным заболеваниям, то есть сердечно-судистые заболевания, даже КТ. Мы очень тесно работаем со Центром СПИД, с онкодиспансером и вообще со всеми нашими, получается, медицинскими учреждениями по профилактике заболеваний, и вообще по тому, чтобы как сохранить больше здоровье населения нашей республики. Вы сказали, что 100 мероприятий в год. Расскажите, пожалуйста, как примеры о некоторых из них. Как это проходит, как вы это проводите, кто туда может прийти? Получается, один из самых больших масштабных наших мероприятий – это республиканский фестиваль «Будь здоров», который мы проводим ежегодно совместно с нашим университетом. Там каждый год привлекаются более около 1000 студентов, около 300 сотрудников СВФУ. Получается, это выездная проверка здоровья. Получается, мы разворачиваем огромное количество палаток внутри корпуса факультетов естественных наук, в которых находятся врачи, специалисты. И получается, студенты ходят, проверяются, они всегда изъявляют желание и каждый год ждут данную акцию, потому что они могут бесплатно быстро пройти диспансеризацию. А также у нас всегда есть какие-то подарки, плюшки и так далее. То есть мы раздаём контрацептивы. То есть студентам это, видимо, очень нравится, им это очень нужно. Вот мы рассказываем, как правильно его использовать. Мы рассказываем про все заболевания, мы рассказываем про оказание первой медицинской помощи, про оказание вообще первой помощи. То есть мы ведём полностью медицинское добровольчество с 2017 года, и до сих пор это продолжаем делать. Добро в село акция. Да, вот самая немаловажная акция – это добро в село. Получается, мы выезжаем в фельдшерско-акушерские пункты, которые находятся в отдалённых районах, то есть в отдалённых сёлах районов. Ближайшие обычно это районы. Горные, Хангалатские, Намские, Мегино-Хангалатские. Мы ездили в Вилюйские, Кобяйские и так далее районы. Получается, мы ездим по маленьким ФАПам и облагораживаем их. Красим заборы, то есть мы приводим в порядок как-то, да. Потом мы всегда ездим со специалистами, то есть позапрошлым году мы ездили в Кобяйский УЛУС, мы с собой брали врача-онколога, и она провела, получается, вот большой осмотр населения для одного села. И вот мы выявили, получается, закачественное образование, потом её отправили в город, например. То есть это всегда заканчивается тем, что есть какие-то успехи всё равно, но в том, что мы выехали. То есть это не бывает просто так. Помощь медицинских организаций. Помощь медицинских организаций, да. Получается, мы занимаемся сейчас больше профилактикой, но во время пандемии, во время новой корневирусной инфекции, наши волонтёры бессменно помогали нашим медикам. Они находились практически во всех больницах нашей республики, ну и по всей стране так же было, да. Наши волонтёры помогали врачам выписывать рецепты, доставлять лекарства, доставлять продукты, да. Это огромная колоссальная работа волонтёров. В кодцентрах работали, отвечали на званых на званках. В кодцентрах больниц работали, записывали население к врачам и так далее. Это полностью всё безвозмездно. Да. А кто вот в этом вашем движении, направлении вашем состоит? Это люди, которые имеют отношение к медицине, там, допустим, студенты медфакультета, или это люди, которые вообще могут не иметь никакого отношения? Да, смотрите. И вот с самого открытия нашего движения у нас есть очень хороший слоган «Волонтёрной сфере здравоохранения может стать абсолютно каждый». То есть у нас есть и те люди, которые учатся в совсем других сферах, да, которые работают в других сферах, которые не работают, но хотят быть медиками, почувствовать вот эту вот медицинскую часть, медицинское сообщество, которым всю-всю жизнь мечтали вот стать врачами. И сейчас они имеют право вот пройти волонтёрство в какой-то больнице, сидеть как врачи, ну, помогать им, да. Конечно, как врачей лечить не будут. Это, ну, в основном, воспомогательные. То есть волонтёры помогают медсёстрам, в регистратурах помогают, такие, конечно, моменты. Вот центр сопровождения пациентов и так далее, да. И вот всему этому волонтёры могут помогать. То есть волонтёры могут стать кто угодно. И вообще принципы волонтёрствия могут стать кто угодно, независимо от того, какой пол, какое образование, да, сколько лет человеку и так далее. Особенно, ну, вот в медицине у нас то же самое. А вам лично зачем это нужно? Это очень интересно на самом деле, потому что если бы я по образованию сам медбрат, и если бы я просто так работал просто медбратом, было бы очень на самом деле скучно. А так мы каждый день общаемся с новыми людьми, получается, каждый раз узнаём что-то новое. Нам что-то из Москвы каждый раз отправляем, мы радуемся как маленькие дети, какие-то раздаточные материалы, да, какие-то подарки. И мы это всё тоже с радостью раздаём людям и так далее. Это всё очень интересно, всё очень... Женя вообще, будучи школьником, начинал в этом направлении. У нас у волонтёров-медиков есть отдельная программа, школьные медицинские отряды, да, непосредственно. И вот отсюда и начинал, и сейчас, так скажем, вырос до оригинального координатора направления. На медицине вы, наверное, тоже планируете дальше, да? Да, конечно, я сейчас учусь на высшем, и, ну вот, планирую его закончить. В Сынском институте. Как вы время находите? Это же очень много сил забирает. И на учёбу же тоже нужно, и на какие-то свои личные дела. Как вы находите время для такой работы волонтёрской? Ну, все спрашивают, на самом деле, у всех у нас такие вопросы, но, конечно, мы всё не успеваем. Это, конечно, мы не суперлюди, мы не роботы, мы обычные такие же люди. Когда где-то хорошо получается, где-то что-то не так хорошо, да, и так далее. Но всегда есть такая закономерность, что вот так бывает. И, ну, мы пытаемся это как-то всё равно совмещать, пытаемся каждый раз, вот. Спасибо вам за вашу такую работу самоотверженно. Спасибо. Для меня это как-то не очень понятно, потому что мне, например, ближе вот мнение, что, ну, как-то, не знаю, там, помочь тому, кого ты знаешь, да, там, ну, родственники у всех есть, там, друзья, да, как-то, ну, себе там где-то что-то себя побаловать. Хотя вот больше как-то, поэтому мне вот тема волонтёрства, мне кажется, что, ну, это не каждый, действительно, не каждый человек на такое решится. Это же как-то ещё и тебя обязывает, если ты начинаешь. Конечно. Ты потом уже в какие-то отношения же вступаешь, и ты должен это продолжать, да, то есть это как бы не такая, не разовая акция. Адария, давайте послушаем вас, как в вашем направлении обстоят дела, вот такая красивая, яркая сегодня с таким слоганом «Якутия с тобой», расскажите. Это Дина, я помню. Ну, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, я, например, как я пришла на войти? Я раньше думала, что волонтёрство – это удел молодых. Я не думала, что вот возрастные люди могут туда ходить, чужим людям помогать. Я, как бы, я в возрасте, я бы сама приняла помощь, да? Нет. Оказывается, возрастные тоже могут стать волонтёрами. Вы представитель вот серебряного, да? Ну, да. Если в общем взять, да, но она сейчас «Якутия с тобой» в этом обществе даже не представляет. Да, вот так. В нашем штабе, можно сказать, «Якутия с тобой», там работают очень много в возрасте женщины, в основном. Старше меня. Раньше даже была 90-летняя, да? В 80-ти сколько-то было, да? В 80-ти, да. Таких, ну, есть, да. 5-6 человек были. Ходят к нам. Это на дому, наверное, что-то шил, да, человек? Нет, приходят. Почему штаб приходили, работали, помогали? Некоторые даже не умеют, которые шить, да? Мы их обучаем. Вот бабушек, всех, кто хочет шить, мы всех обучаем. Они потом начинают. У нас, конечно, начинают с трусов. Самое это простое. А потом уже начинают шить эти костюмы. Вы шьёте именно, чтобы отправить бойцам? Не отправить, они получают, которые мобилизованные, у них первое время одеть нечего, пока у них приказ выйдет, пока на них это обеспечение на них будет, пока обмундирование им дадут. Они что-то должны одевать, поменять одежду, да? И хотя бы на первое время костюмы шьём, тёплые вещи шьём сейчас, даже трусы вот такие, да? А материал нам помогает, это как? И предприниматели приносят, да? Простые люди. Да, люди приносят, организации, да? И вот сейчас как раз в этом году выиграли грант главы республики Саха-Якутия, да? Вот на реализацию проекта вот швейную мастерскую. Якутия с тобой, и как раз-таки сейчас вот швей и шьют костюмы тёплые, благодаря вот поддержке вот этих грантов. Мы купили материалы, да, фурнитуру, ну, всё, что необходимо для шитья, да, вот. Волонтёры приходят туда и шьют. Есть, как вы говорили, да, есть у нас швей и волонтёры, которые на дому. То есть, приходят в штаб, берут материал, там, этот, да, ну, фурнитуру, и берут на дом, ну, домой шьют и приносят. Есть у нас организации наши, как филиалы работают, да, в районах у нас есть тоже волонтёрские организации. К ним отправляем материал, то есть, например, они шьют. Вот в Минино-Кангаласке, если вот возьмём конкретно, да, в село Майя. Есть общественное движение тоже, да, Тюмень. Давно она работает уже в общественной организации. И там вот, например, тоже у них есть швейный цех. Они берут у нас материал, шьют и привозят. Ну, к примеру, такое. Вообще, движение в нашем, да, Якутия с тобой, несколько направлений. Да, они не только вот костюмы шьют и так далее. В первую очередь, это, конечно же, гуманитарная помощь самим бойцам. Мы собираем гуманитарную помощь, начиная от бытовых принадлежностей, да, заканчивая вот костюмами, вплоть до трусов. Несколько наименований волонтёры шьют у нас, да, начиная от головного убора, заканчивая вот нижним бельём, да, то есть, там, чехлы для ствола шьют. Вот костюмы различные, причём тёплые, тонкие, тактические, маскировочные сети плетут. Вот эти аптечки мы первое время шили сами всё, да. Ещё носилки, да, универсальные вот эти тактические носилки, да. То есть, это вот волонтёры полностью безвозмездно помогают. У нас есть бабушки, которые с первых дней открытия нашего штаба, а штаб открылся у нас 26 сентября, 22-м году, да, и с этого дня, вот прошло уже два года, да, больше двух лет, ну, двух лет прошло, есть бабушки, которые каждый день приходят. Представляете, это настолько надо быть патриотом, да, и самоотверженным. Конечно, они, мы их уже, бывало, что вот бабушему говорю, вы отдохните, говорю, летом, лето же сейчас, говорю, немножко, хотя бы неделю велите, две, отдохните, нельзя же так себя губить, говорю, каждый, боже, как на работу ходит, представляете. Не представляю, это же возраст, это тяжело выходить. Да, и я только вот, соответственно, вот мы молодое поколение только гордимся и учимся на их примерах. Это вот вообще прямо дорогого стоит на самом деле. Гвозди вы делаете из таких людей, да, вот старое поколение, да. Да, и в штабе у нас в основном, да, вот Дарья сказала, люди разного возраста есть, в основном, конечно, у нас пожилые люди, да, пенсионеры, но, несмотря на это, у нас и молодые есть, и ребята вот с различных учебных образовательных организаций приходят, помогают на постоянной основе, вот, да. Видимо, у вас как-то хорошо, тепло, дружно, люди, наверное, приходят и за общением в том числе. Помимо этого, да, вот как раз-таки еще собираем гуманитарку, мастер-классы проводят по изготовлению как раз-таки вот маскировочных сетей, обереги делают специальные, вот, ездят по школам, в районы ездят, показывают мастер-классы. Потом вот обереги, да, сказал, делаем мы, и вот ребятам, бойцам даем, отправляем гуманитарную помощь непосредственно в зону проведения специальной военной операции, да, то есть это вот загрузка, отправка, это все делается волонтерами полностью. Плюс еще вот сейчас мы с прошлого года отправляем индивидуальные посылки, да, то есть посылки персональные, то есть, например, если вот у нашего населения, у людей служат там родственники, они через нас могут отправить абсолютно бесплатно, безвозмездно гуманитарную помощь, посылки свои индивидуальные. И мы вот уже, начиная с 22-го года, у нас направлено более, так, если не совру, более 120 тонн, по-моему, да, гуманитарной помощи. Тут, на самом деле, работа очень хорошо выстроена, да, совместно с правительством республики, с оперативным штабом, да, вот эта работа полностью выстроена. То есть доставка, хочется поблагодарить авиакомпанию Якутия, аэропорт Якутс, да, они вот полностью безвозмездно возят весь этот груз. Может, другие люди не знают, может быть, да, действительно, это же тоже такая работа, на самом деле, полностью безвозмездно возят вот эти вот посылки. Может быть, сейчас как раз вы к слову и скажете, как вас найти тем, кто еще, может быть, не знает о том, как с вами связаться, но хочет предложить либо свою помощь, либо вашу помощь попросить. Ну, штаб сейчас находится по адресу Бестужа-Марлинского, 5, это здание Досаафа, во дворе, там отдельно стоящее здание, да, одноэтажное, и там вывески есть непосредственно. Штаб работает с понедельника по субботу с 9 утра до 7 вечера. Можно прийти или можно как-то с вами с помощью сайта связаться или с помощью телефона? Можно прийти, либо можно вот по телефону тоже позвонить и уточниться. Да, можно позвонить по номеру 122, кнопка 6, то тоже можно выйти через это. 122, кнопка 6, кнопка это? Да, это волонтерская кнопка у нас, прямо отдельная кнопка есть, набираете 122, обычно же вот на поликлинике записываешься и так далее, там один или несколько кнопок нажимаешь, то тут шестая кнопка. Нажимаешь шестую кнопку и там... А, 122 и шестерку нажимаешь, и все, и к вам попадаешь. Да, да. И там у нас телефон есть, который присоединен, соответственно, там попадает. Вот. У нас остаются буквально минуты до конца эфира. Может быть, что-то важное вы еще не успели сказать? Давай, скажите. Скажите. Я хотела бы сказать, те, кто отправляет персональные посылки, пожалуйста, не запечатывайте посылки, потому что мы делаем опись, сами проверяем, что там, как там. Может, вы не знаете, там пахучие всякие рыбы, там копченые колбасу, такие не надо отправлять, потому что крысы загрызут все ваши вещи. И опись делаем сами. Ну, вы делаете, мы проверяем конкретно. Не скоропортящиеся продукты можно и одежду, да, какую-то там? Да. Одежда там, письма. Спасибо вам большое. Я очень рада, что сегодня вы все пришли, и мы рассказали о том, как проходит волонтерское движение в нашем городе, и дали координаты для тех, кто захочет, кому необходимо с вами связаться. Благодарю вас и жду с нетерпением следующий эфир. Мы уже распланировали. Слушателям и зрителям спасибо за внимание и всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok